МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Икс-рей для губернатора. Николай Меркушкин купил себе новый вазовский автомобиль. Жители не указ. Управляющая компания продолжает присылать счета жителям, отказавшимся от ее услуг. Родина помнит. Ветеран Великой Отечественной войны получил квартиру. Лучше, чем иномарка. Так губернатор Самарской области оценил автомобиль Лада Икс-рей. Глава региона стал первым покупателем новинки автоваза. Николай Меркушкин забрал покупку. Белый кроссовер максимальной комплектации из автосалона в Самаре. Качество отечественных авто вышло на совершенно иной уровень и по многим пунктам выше, чем у популярных иностранных марок. Классический белый цвет выигрышно смотрится на дорогах и привлекает внимание. Этот Икс-рей отправится в Мордовию. Автомобиль губернатор приобрел для своей семьи. В автосалоне глава региона оценил качество приобретения. Икс-рей ничем не уступает иномаркам, а по некоторым параметрам превосходит модели ведущих зарубежных марок. Салон отличается комфортом, а сборка на совершенно новом уровне. Даже двери скрываются бесшумно. Все очень спокойно, свободно, без шума. Я знаю, что выход на конвейер очень высокий процент годности. Очень высокий. Европейский, абсолютно европейский. За счет того, что все детали отработаны намного лучше. И когда по конвейеру идет, там рабочий собирает, оно все сходится правильно, все стыкуется. О высочайшем качестве в Азовской новинке говорят цифры. 94% машин идеальны и не требуют доработки. При этом Икс-рей изобилуют отечественными разработками. Наш мотор, система ГЛОНАСС, современная электроника, ВАЗовское новшество, противооткатная система. Она позволяет удерживаться автомобилю на уклоне. Кузов тоже сделан на автовазе. Продажи стартовали несколько дней назад, а количество заявок уже внушительное. Спрос есть на данный момент. Я думаю, у этого автомобиля большое будущее. В первую очередь дизайн – это конкурентная цена. И, само собой, уже достаточно высокое качество в сравнении с иностранными автомобилями. Стремительно сердца потребителей завоевывает и новенькая «Лада Веста». Спрос обогнал ожидания. Уже продано больше тысячи автомобилей. Модели автоваза вошли в десятку самых продаваемых в России. Мы очень большое внимание деляем вопросом качества, точности кузова, точности комплектующих изделий, уровня прямого схода. Самая главная задача – это доставить потребителю только качественный продукт. В приоритетах и безопасность. После краш-тестов международного уровня «Веста» получила 4 звезды. Высочайший показатель. Примечательно, что такой звездностью не могут похвастаться популярные иномарки. В перспективе на автомобиле «Веста» и «Хрей» планируют пересадить сотрудников регионального правительства, а иномарки автопарка будут продавать с аукциона. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. В реализацию программы капитального ремонта жилья необходимо вовлекать председателей советов многоквартирных домов и общественные советы микрорайонов. Об этом на заседании попечительского совета фонда капремонта Самарской области еще раз напомнил губернатор Николай Меркушкин. Тщательные будут отбирать и строительные организации. Предложено создать черный список подрядчиков. Компания, которая хоть раз сорвала сроки сдачи или небрежно распорядилась деньгами, в торгах на капремонт участвовать не сможет. Но и сейчас в Самарской области есть чем гордиться. Она занимает лидирующие позиции во всей России и по количеству отремонтированного жилья, и по уровню сбора средств. На момент запуска региональной программы капитального ремонта более 40% многоквартирных домов нуждалось в модернизации. Это 19 тысяч зданий. Свыше тысячи уже отремонтированы. Более чем на семисотнях продолжается работа. Обновленный фасад дома на улице Советской армии – пример того, как работает фонд капитального ремонта. Предполагалось, что в первую очередь ремонт затронет крышу здания. Но жильцы решили иначе. За процессом преображения наблюдала Марианна Мирная. Жители дома на Советской армии 281, глядя на свой дом 60-х годов постройки, теперь не нарадуются. Яркий, оптимистичный цвет, отсутствие трещин на стенах. По проекту ремонтировать должны были крышу, но сами жители на общем собрании решили, что в капитальном ремонте нуждается именно фасад. В декабре подрядчик приступил к работе. Первыми приятные изменения почувствовали жители угловых квартир. Сейчас стало теплее в боковых квартирах, там, где утеплили. Здесь фасад у нас только красят и ремонтируют, просто приводят в надлежащий вид. Вот утепление прошло с боков. А в боковых квартирах стало намного теплее, суше, сами стены теплыми стали. Через пару недель у двухэтажки появятся новые двери и подъездные окна. Все остальные работы выполнены. Причем зима и минусовые температуры подрядчикам не помеха. Новые технологии позволяют работать при любой погоде. Работы фасадные, ну, всегда производились только в теплое время года, потому что материалы, которые раньше производились, они позволяли работать там до плюс 5 градусов, ниже уже не позволяли. Сейчас есть современные материалы, которые, ну, позволяют практически все операции фасадные производить до минус 10 практически градусов. С момента начала работы программы по капитальному ремонту в порядок привели почти 2 тысячи домов. В 2016-м отремонтируют еще несколько сотен. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Коммунальным конфликтом обернулось желание жителей домов по улицам Дыбенко и Советской Армии сменить управляющую компанию. С лета прошлого года они перешли на обслуживание к муниципальной управляющей компании «Жилсервис». Но прежняя организация с решением жильцов не согласна и продолжает выставлять счета за коммунальные услуги. В ситуации разбиралась Лариса Шлафаст. Сменить управляющую компанию жители четырех домов по улицам Дыбенко и Советской Армии решили еще в июне прошлого года. Слишком уж много претензий накопилось по обслуживанию. И на общем собрании проголосовали за новую муниципальную управляющую компанию. Расстаться с прежней управляющей компанией жителям оказалось непросто. Квитанции на оплату коммунальных платежей приходят до сих пор. И каждый раз сумма долга в них растет. Долгов перед управляющей компанией нет, говорят жители. В подтверждение показывают оплаченные квитанции. До первого июня я проплачивал. Чтобы заставить людей заплатить, привлекали даже коллекторов. Жители жаловались в прокуратуру и АБЭП. Со своей стороны мы выполнили все по закону. За два месяца мы поставили в известность и управляющую компанию, и администрацию Советского района. То есть они продали долги этой коллекторской службы, как они нам объяснили. Мы продали эти долги коллекторской службы, и мы не вправе им что-то указывать. Сейчас дома обслуживает муниципальная управляющая компания «Жилсервис». Эта организация создана в прошлом году специально для работы в исторической части города. Со старым жилым фондом, куда не хотели выходить коммерческие организации. Введение «Жилсервис» – старые здания Самарского района. Это больше 1300 домов. Работы много, меняют изношенные коммуникации, убирают территорию. Летом за счет городского бюджета закуплена новая современная техника. С ее помощью удалось вывести уборку района на новый уровень. Многие управляющие компании коммерческие подтянулись к нашим стандартам. Просто-напросто видят, что как у нас работа поставлена, что у нас меньше жалоб выходит. Поэтому приходится как-то вот к нам смотреть на нас и подтягиваться за нами. Ну, в принципе, глава и губернатор этого и добивались, чтобы у нас какая-то конкуренция здоровая была. Можно работать даже в Самарском районе, на 6-7 категории, и можно все это нормально выполнять. И не говорить, что денег не хватает, техники не хватает. После обращений жителей «Жилсервис» вышел и в Советский район. Обслуживанием люди довольны и возвращаться к прежней организации не хотят. Впервые, как только перешли в новую компанию, почувствовали, что действительно люди занимаются два раза в месяц, а не три раза в месяц. По мере необходимости приходят, уборщица моет лестничные площадки, подоконники моет, потом мусорные крышки. Все это, вы знаете, приятно жить стало. Жители Советского района намерены и дальше отстаивать свой выбор. В ближайшее время планируют обратиться в суд. Лариса Шалафаст, Дмитрий Мешканцов, События. Автостоянки должны приносить деньги в городскую казну. В Самаре муниципальное предприятие «Городской земельный центр» продолжает работу по легализации парковок. В прошлом году были официально оформлены 22 объекта. И они сразу же преобразились. Появились новые ограждения, будки охраны, а снег и мусор стали регулярно вывозить. Мариана Мирная продолжит. Проспект юных пионеров, владение муниципалитета, территорию между жилыми домами давно облюбовали автомобильные стоянки. Только владельцы их не чистят, а деньги за парковку берут. Поэтому жители ближайших домов предпочитают парковаться во дворах практически друг на друге. Стоянки микрорайону необходимы как воздух. Только вот ставить машину хочется в нормальных условиях. Например, на парковке напротив 34-го дома. Только снег выпал, закончился. Сразу организовываем уборку снега, вывоз. Так что, чтобы машины заезжали свободно, не буксовали. В Самаре почти 400 автостоянок. Половина из них уже легализованы. Деньги от аренды земли или в виде налога регулярно поступают в городской бюджет. Одна стоянка в год приносит около 650 тысяч рублей. За 2015 год муниципальному предприятию городской земельный центр удалось узаконить 22 объекта. С остальными ведутся переговоры. Оказывается, помощь в сборе документов. Люди пытались использовать этот земельный участок для организации автомобильных стоянок. У очень многих организаторов имеются предыдущие документы старые, но не завершенные до конца. Поэтому мы уже разработали определенный алгоритм, с помощью которых доводим дело до логического завершения. Если недобросовестный предприниматель не хочет законно заниматься бизнесом, сотрудники полиции выписывают штраф. Оборудование из территории вывозят на спецплощадку, а доступ к стоянке ограничивают охранники. Поэтому владельцам незаконных парковок лучше поспешить с оформлением бизнеса. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Реформа местного самоуправления, диалог власти и народа, контроль работы городских департаментов. Общественная палата при главе города подводит итоги работы за пять лет. Именно на такой срок ее и избирали. Торжественно и немного грустно. Городская общественная палата в последний раз проводит пленарное заседание в таком составе. Участники подводят итоги за пять лет своей работы. Не без гордости. За это время общественникам удалось стать эффективным связующим звеном между горожанами и властью. По инициативе общественной палаты, и надо сказать, что с благосклонного понимания руководства города, нам удалось переменить отношения наших руководителей, я имею в виду департаментов, да и просто исполнителей, к мнению общественной палаты. Таким образом, чтобы человек, отвечающий за ту или иную область работы, чувствовал свою ответственность перед населением. Общественники стали решающим звеном в реформе местного самоуправления. Именно они налаживали работу общественных советов районов. А сейчас по их инициативе проходят обучающие семинары для районных депутатов. Именно благодаря общественникам мы с вами продвигаем реформу местного самоуправления. Кто-то ее сравнивает с советами народных депутатов, но мы на это не обижаемся. Ни в коем случае. Потому что вот то, что хорошего было в советах народных депутатов, мы стараемся переложить сегодня на депутатов районных советов. И, соответственно, работать. Работают общественные приемные. Члены общественной палаты – уважаемые в городе люди, чьи опыт и знания служат на благо Самары. Именно общественники дают экспертную оценку всех правовых актов, которые принимаются в администрации города. Они советники и аналитики всех происходящих событий. Вы представляете общественные средства города. И вы можете критиковать власть, должны критиковать власть. Но это крайние формы работы. А в основном вы должны советовать, помогать, подсказывать, оберегать и, наверное, что-то предупреждать. И вот в этой части, в этой мере я очень вам всем благодарен за те разумные, грамотные советы, которые выдавали исполнительные власти в течение всего прошедшего года, что позволяло нам, в общем-то, как мне кажется, неплохо работать в 2015 году. Новая общественная палата начнет формироваться в марте. Она будет состоять из 27 человек. Треть кандидатуры от администрации города, треть от Гордумы и оставшаяся часть от общественных организаций города. Павел Баймаков, Марина Матвейшина, Сергей Баскин. События. Сначала они защищали родину. Теперь родина не забывает их. Ветеран Великой Отечественной Иван Корнаухов в 18 лет ушел на фронт. Участвовал в тяжелых боях под Москвой и на Курско-Орловской дуге. Но после долгое время жил в ветхом жилище. И лишь после обращения к губернатору ему помогли с квартирой. Как теперь живет защитник Отечества, увидел глава города Олег Фурсов. В гостях у ветерана побывала и Марина Матвейшина. Не волноваться и каждый день делать восточную гимнастику. Такой рецепт еще в 40-х годах Иван Корнаухов получил от врача, который выходил его после ранений и контузии в боях на Курско-Орловской дуге. Иван Алексеевич соблюдает его до сих пор. И в свои 94 фору даст любому молодому. Правда, война дает знать о себе болью в ногах. Да и снится часто. Особенно самый страшный момент – бой в деревне Крюково под Москвой в декабре 41-го года. Одеты мы были по-летнему. Под 40 градусов мороз. Дивизия погибла за час-полтора. Замерзла в основном. Вот меня что спасло? Я командир взвода. На центра носильщиков был. У меня огромная сумка была и крест на ней огромный. Я вот потом все думал. Я думал, если я в снег лягу, то это уже смерть. Ну а в общем там и раненые не давали себе это. Он и так замерзает. А тут еще вот у него там ранения везде нужно разрезать и все на свете снимать. С Днем защитника Отечества ветерана поздравляет глава города Олег Фурсов. Иван Алексеевич с гордостью проводит экскурсию по своему жилищу. Особенно отмечает вид из окна. Квартиру ему удалось купить с помощью субсидий программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Из федерального бюджета ему выделили более миллиона рублей. Очень уютно у вас. Очень красиво. И субсидия, кстати, оказалась, да? Субсидия? Субсидия меня выручила. И она меня не хватило. Ну вот губернатор нас нацеливает на то, чтобы условия были достойной жизни. А если бы ни Николая Ивановича, я бы тут все равно никогда не был бы. Сейчас Иван Алексеевич живет один. Но скучать и грустить ему не дают. Постоянно приходят гости. А по хозяйству помогают дочь и внучка. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События. Престиж российской армии растет с каждым годом. На сегодняшний день из общего количества военнослужащих соединений частей армии Центрального военного округа 60% — контрактники. Об этом на пресс-конференции рассказал командующий войсками 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО Игорь Сирицкий. По словам генерал-майора, интерес к военной службе по контракту вполне объясним. Это и высокая зарплата солдат и офицеров, условия их труда и обеспечения новым оружием и обмундированием. К примеру, боевую экипировку «Ратник» или, как ее еще называют, комплект солдата будущего в этом году получили военнослужащие 15-й миротворческой бригады, базирующейся в поселке Рощинский. В 2015 году они принимали участие в международных учениях «Нерушимое братство», которые проходили в Армении, а также участвовали в масштабных стратегических командно-штабных учениях «Центр-2015», где показали хороший результат. По итогам стратегического командно-штабного учения «Центр-2015» соединения части армии получили довольно высокую оценку. По итогам в лучшую сторону из соединений части армии отмечается отдельная мотострелковая бригада, дислоцированная в Оренбургской области, а также бригада управления нашей армии, дислоцирующаяся в Рощинском гарнизоне. Они всегда готовы прийти на помощь стране. Сегодня в преддверии праздника в Самаре честовали защитников Отечества. Для них состоялся концерт в окружном доме офицеров. Участникам общественных организаций вручили награды. На торжестве побывала и Алина Чемерис. Николай Корнеев на празднике в почетном первом ряду, где сидят ветераны. На фронт ушел в 45-м, ему тогда не было и в 18-ти. Служил в авиации стрелком-радистом, потом была советско-японская, вернулся с победой. Вспоминает, в дом офицеров, где сегодня его, защитника Отечества, поздравляют с праздником, в начале 40-х приходил на танцы. В зале защитники Родины всех времен, участники локальных войн и те, кто победил фашизм. Специально для них красочное представление. В преддверии народного праздника защитников Отечества поздравили первые лица города. Всегда этот праздник олицетворял благородство, мужество, подчеркиваю, неспособность нашей армии, которая позволяла нам надежно охранять рубежи и давала нам возможность спокойно развиваться, уверенно глядя в будущее. Примите самые искренние поздравления с этим днем. Мне очень приятно, что сегодня мы можем поздравить всех тех, кто сегодня отдает свой долг, кто служит в армии сегодня, кто уже отслужил, всех наших мужчин, которые любят нашу Родину, всех наших женщин, которые защищали и защищают ее. Я поздравляю вас всех с этим замечательным всенародным праздником. На праздники участникам ветеранских организаций вручили почетные грамоты и благодарственные письма. А когда зазвучала песня, ставшая гимном российских офицеров, весь зал встал. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. За три года более 170 тысяч школьников со всей губернии приняли участие в серии военно-спортивных игр «Зарница». Проект был воссоздан по инициативе Самарского регионального отделения партии «Единая Россия». В рамках проекта «Надежда нации» в 101-й Самарской школе прошел отборочный этап. Чтобы попасть на районные соревнования, ученики должны сдать солдатский минимум. С каким настроением мальчишки и девчонки переносили тяготы военной службы, расскажет Павел Баймаков. Сидеть без дела им некогда. Данила Шваб, форму военнослужащего, мечтает примерить с детства до исполнения заветной мечты еще несколько лет. А пока «Зарница» и упорная подготовка к военной службе. Это как определенная подготовка к армии. Тут всякие азы армейские, с каким акцентом сказать, как лучше сделать, с какой ноги шагнуть, через какое плечо повернуться. Вот в армии, думаю, будет легче. А вот Анастасия Ланцова быть военным не планирует, но азы боевой подготовки, уверена, должен знать каждый. Оттого разбирает и собирает автомат всего за 40 секунд. К этому мы готовились больше всего, не покладая рук, не жалея маникюра. Я просто патриотичный человек, как бы у меня с самого рождения, приучали к любви к Родине, поэтому как бы я очень люблю такие игры. Преодоление полосы препятствий, стрельба в электронном тире, метание гранат и многое другое. Такие испытания для ребят определили организаторы. Ежегодно участниками зимней зорницы в Самаре становится около 40 тысяч школьников с 1 по 10 классы. Радость, победы. Но тут нет проигравших, тут все выиграли, потому что именно эти люди – это наша гордость, наша перспектива и наше будущее нашей страны. Соревнования проходят в три этапа. Первый – внутришкольный отбор в отряд участники уже прошли. Нынешний этап определит лучшую команду в районе и городе. А дальше – всероссийские соревнования, где в яблочко будут целиться только лучшие из лучших. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Все о спортивной жизни в Самаре знает Сергей Кизоркин. Ему и слово. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Под марш полицейского оркестра горнолыжники Самарской губернии вышли на старт первого открытого турнира на призы председателя спортивного общества «Динамо» Сергея Солодовникова. Глава МВД по Самарской области первым протестировал соревновательный склон. Трасса остался доволен. На вершине она позволяет набрать хорошую скорость, в середине проверяет мастерство гонщика. В конце лыжник может показать красивый финиш. Я лыжник начинающий и у меня моя история катания три года условно, но тем не менее мне очень нравится этот вид спорта. Он такой очень объединяющий вид спорта, очень харизматичный. Он стимулирует, он направляет каждого из нас на хорошие, большие, интересные дела. Чемпионов и призеров соревнований склон определял в трех возрастных категориях – дети, любители, ветераны. За медали первого полицейского горнолыжного турнира катались также известные люди губернии. На горной лыжи я встал где-то примерно 20 лет назад. Но так очень сильно не катаюсь, но мне очень нравится этот вид спорта. Независимо какой вид спорта, вовлечение, массовое вовлечение людей в спорт – это и есть один из главных элементов здорового образа жизни. Для большинства участников гонки турнир Солодовникова – первый по горным лыжам. Настроение как-то праздничное, такое боевое, тем более наша профессиональность со своими коллегами. То есть здесь уровень, в принципе, у нас практически у всех, я так понимаю, одинаковый. То есть в хорошей дружеской обстановке соревнования, надеюсь, пройдут. Самое главное, что мы получим удовольствие и параллельно занятия по физподготовке. Гигантский слалом быстрее всех проходили молодые спортсмены. Среднее время на финише – около 30 секунд. Любители-ветераны катались в два раза медленнее. Тем не менее, в каждой номинации победители и призеры получили от главного полицейского Самарской области дипломы и медали. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города. Читайте нас в Титтере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok